Матч не помню, но помню, что это 14-й год был, когда в Бразилии был турнир. Я тогда за Бразилию как раз и болел, и смотрел как раз этот матч имя один. Это еще было у бабушки в Белоруссии, вообще там такой маленький прям старый телевизор. Вот помню, что там первые чемпионеры именно смотрел. До этого тоже смотрел футбол, чемпионат Европы, помню, 4-0, Италия, Испания, но именно чемпионат мира в 14-м году. В 14-м году Россия и Южная Корея. Помню точно Франция играла, Москву, ну вот так вот, если приблизительно, но это было 20 лет назад, если бы больше никак я могу вспомнить. Скорее всего играла Франция. 2002-й год, Сенегал, Франция. Когда Сенегал, Владимир, по-моему, играл. Не по-моему, да, Франция-транс-группа не вышла вообще. Ну, матч не помню, а год, скорее всего, 10-й год. Ну, я начал смотреть 8-й год Евро, помню, 6-й год, мир не помню, но скорее всего 10-й год, чемпионат мира. Ну, что я помню, это было, значит, в 2002-м году, и в финале, когда играла Бразилия с Германией, 2-0 в Бразилии выиграла, и Роналдо Назар ее забил 2-0. Это помню. Ну, мне кажется, очевидно во всем. Ну, Россия и Испания, конечно. А какой еще? Потому что это такой великий матч. Ну, для России точно. Мне вот как-то вот он больше всего. Бразилия и Германия, когда Германия выиграла 7-1 с разгромным шагом. Ну, наш 2018-го года, чемпионат мира, супер просто, все прошло, все было идеально, я считаю. И игры были хорошие, в том числе, там, да, сборную России, если взять, то вообще классно все было. Наверное, тот же, но не в 2002-м год, Бразилия и Германия, финал. Это Франция и Италия. Но я его не смотрел, говорю, 6-й год. Каждый день он ударил, наверное, матерация. А так, ну, Испания, Голландия, финал, 10-й год. Ну, может, этот. Вот это, когда Бразилия выиграла. Для меня Роналдо Назари, он лучший игрок в истории. И я смотрел это и запомнил, когда он забил эти два голова, у него такая прическа была. Это помню, да, это осталось в голове. Ну, вообще за Аргентину. Вот. Потому что очень хочется. И за Португалию. Очень хочется увидеть финал Аргентины-Португалии. Вот. Мне кажется, это будет вообще супер. Ну, вообще я просто никого не поддерживаю, потому что России нет. Поддерживаю сербов. И за красивый футбол. Аргентин. Нет такого, что я прям за кого-то болею. Так симпатизирую Аргентина. И по игре, сейчас мне по стилю так нравится, как Франция выглядит. Ну, такой сбор, наверное, нет там. Сербии, конечно. Сербии болеют, но симпатизирую еще. Бразилия, Испания. Хороший футбол показывает. Уровень. Смошеший. Ваню, Миленко и Савица. Знаю хорошо. То же вратаря Марко Дмитрович. Знаю и еще там пару человек. С Марком Дмитровичем. Целенной звезди на моем году. А... Ваню, Миленко и Савица играли вместе Боевади на себе. Он и тогда показал хороший уровень. Хороший вратарь. Если выделять фаворитов, то, мне кажется, Бразилия тоже очень хорошая команда сейчас. Ну, я бы, наверное, хотел, чтобы победила Испания. И вот они мне больше всех пока понравились. Думаю, что выиграет Бразилия. Ну, по крайней мере, пока по первым матчам. Что увидел я, мне кажется, будет так. Ну, я думаю, Франция фаворит. Те же англичане. Ну, все говорят бразильцы. Ну, возможно, они. Но пока я не вижу, что они могут, там, как команда, да, выиграть. Они сильно индивидуально, но я вот хотел бы посмотреть, как они когда-нибудь будут играть с хорошей командой, именно, которая организована, там, как те же французы или даже как те же испанцы. Мне тогда будут интересы. Ну, по первым турам, я думаю, или Франция или Бразилия для меня фаворит в две сборной вот эти. Ну, сейчас, что посмотрел, много команд показали хороший уровень. Ну, я вообще не ожидал, примерно, от Канады, чтобы они хорошо так сыграли. В первых матчах они вообще топ играли. А так думают о Бразилии и Испании. Сейчас, когда посмотрел со Сербией и Бразилии, даже нападение, я не знаю Жезус сидит на запасе, а Испании тоже. Думаю огромный шанс за Бразилию и Испанию.